Если я скажу, что я как-то поддерживаю Путина или как-то поддерживаю российское правительство, меня тут закопают. Россия тоталитарная страна, Путин пытается как-то вооруженно оставить свою власть. И из этого, кстати, исходит всякая такая новальщина, что тут новальщины чуть ли не благословят как оппозиционсфюрер. Фюрером оппозиции, это вождем оппозиции России. Оказывается, кроме Навального вообще оппозиционеров нет в России. Вы знали об этом? Я нет. Да, по-моему, в России вообще ничего такого не говорят. Ну, на. Мы тут тоже с тобой ничего не говорим по поводу того, что немцы плохие. Я единственное могу сказать, что я вот на это все смотрю, на то, что ты рассказал. Я просто понимаю, что нация, ну, она просто уничтожит сама себя и все. Она говорит о том, что ей сын тогда предложил, что он выйдет из замуж за своего лучшего друга Пауля. Это немецкое имя. Здравствуйте, дорогие друзья. Снова я БН. Я имею сейчас возможность поговорить, на мой взгляд, с очень интересным молодым человеком. Всего-навсего ему 16 лет. Его зовут Адам. Он родом из Азербайджана, из Баку, но уже 8 лет живет в Германии. У меня была возможность предварительно поговорить с этим парнем по поводу того, что с ним происходит в Германии, что он видит у себя в школе. И сегодня у нас будет разговор как раз о немецких школах. Действительно уникальная возможность выяснить все, что там происходит как раз у ученика этой школы. Поэтому оставайтесь на канале. Я уверяю, вас будет интересно. Адам, ну расскажи немножко в двух словах. Я уже сказал, что ты из города Баку. До какого возраста ты там жил? В каком возрасте ты с родителями переехал в Германию? Я переехал в Германию в возрасте 8 лет. Мне там отучился один целый класс в русской школе в городе Баку. И уже тогда я изучал немецкий язык, потому что мы знали, что мы, наверное, переедем в Германию. При переезде в Германию, слушайте, у меня были чувства двояки. Потому что детская любозрительность, скажем так, увидеть другую страну. Поначалу говорил себе, ну будет, скажем, классно увидеть другую страну. Но при переезде я уже почувствовал вот эту другую ауру. Другое отношение к людям. Скажем, на том же, я не знаю, как это назвать, в общем, когда принимают твой паспорт, отношение, что тебе не улыбается в лицо, понимаете? Что просто говорят, а, ну ты такой-то, такой-то и пошел дальше, понимаете? Чувства у меня... Адам, наклони чуть-чуть камеру, а то у тебя одна голова. Да, о, хорошо, спасибо. В общем, приехали мы в Германию, сели в автомобиль, поехали в наш город, в город Менчин. Чувствую, когда я первый раз зашел, слушайте, я вам честно скажу, что я первые две недели пел азербайджанский гимн на утро. Потому что у нас в школе была такая традиция, что каждый день петь азербайджанский гимн. Мне очень не хватало не только каких-то эмоциональных светлых чувств, ну а там родственников и так далее. Но ты вот смотрел на улицы, да? Конечно же, для меня это был совсем другой мир. Совсем другой язык, другая культура. Это первый раз увидел, когда мы зашли в магазин, там упала бабушка. Ну, такая пожилая женщина на пол. Никто ей не помог, понимаете? Пожилая женщина. Это был первый раз, когда... В первый же день. Потом я попал в так называемый класс для беженцев. Там они учили тебя немецкому языку. В этом классе у нас было 12 учеников. Половина из них были цыгане, другие сирийцы и турки. Я был одним азербайджанцем. Когда я сказал, что помимо азербайджанского языка, я знаю еще русский язык. Я и у учителей, и учеников записался уже в 4 года вперед. Это была начальная школа. Как русский. Немецкая система образования для беженцев была настолько плохая, что я со своей мамой каждый день по немецким учебникам, на которых она еще сама тогда учил немецкий язык. Я выучил немецкий язык чисто примерно в 4 месяца. И потом уже меня направили в нормальный обычный класс. Ну вот в этом специальном классе для беженцев какая была атмосфера? Вы как-то там сошлись с ребятами, дружили как-то или как-то иначе? Я был в тяжелом. Если можно так назвать, класс был поделен на национальности. Я попытался подружиться как-то с турками, потому что у нас языки похожи, но не срослось. Я в этом классе был по большей части один, потому что сперва я был вообще новым учеником в этом классе. А вот эти беженцы, которые были в этом классе, они уже сидели там порой за 2 года, 3 года, представьте. И не могли выучить немецкий язык. Поддерживание у меня было только со стороны учителей. Я хорошо помню еще этих учительниц, которые меня как-то морально поддерживали, потому что когда я попал в этот класс, меня, скажем, морально гнобили, что я тупой, обсмотрите. Не знаю вообще ни черта и так далее. Но потом уже, как я сказал, из-за того, что я ни черта не знал, и вот эта учебная система была настолько плохая. Вкратце я вам объясню. Мы в течение 45 минут, одного урока такого, мы пели песню о фруктах. Манго, тиви, яблоко – это апфель, и берна. Берна – это груша. В 45 минут мы пели бы вот эту песню. Из четырех слов, из пяти слов там. Я не шучу. И вот это была их необразовательная система. Потом писание. Адам, каким-то образом ты все-таки умудрился за 4 месяца выучить, ну, как сказать, я понимаю, что не совсем уж прямо выучить, но на каком-то уже достаточном уровне немецкий, что тебя перевели в обычную школу, в обычный класс. Да, ну, понимаете. А твои товарищи там несколько лет сидели, и при этом называли тебя тупым. Проблема, знаете, в чем? Я думаю, это была сперва зависть, что я так быстро выучил немецкий язык, поэтому называли меня тупым, идиотом, и так далее. Ну, такая детская инфантильность. То есть, я скажу так, этот класс для беженцев мне ни черта не помог. Мне помогла моя мама, которая уже на этот момент знала немецкий язык несовершенствия, но она меня сама учила, и я в течение четырех месяцев я выучил немецкий язык, мне перевели в новый класс. Вот эти примитивные задачи, которые нам дали, мы каждую неделю учили одну букву из алфавита, одну. И к этой букве мы учили разные слова, каждый день другие слова. Там, скажем, пять слов, выучите их, понимаете? Ну, темпы, конечно, потрясают. О грамматике я вообще ничего не говорю. О грамматике вообще не пахло грамматикой. Там только слова выучишь, не выучишь, ну, что с собой поделать не можешь. Адам, а в обычной школе что было, как было в обычной школе? Слушайте, в обычной школе, в обычном классе меня приняли с такой, сперва, неприятностью. Я в течение года не мог как-то влиться в этот коллектив. Сперва, потому что я не понимал каких-то обычаях. Там, что у них есть какой-то круг общения, да, такой тесный. И что ты, если ближе к этому кругу общения скажешь, привет, как дела? Что тебя условно зачем-то, понимаете? Вот, не то, что вы как-то физически, нет, а словесно начнут тебя как-то обзывать. Потому что ты не из ихнего круга общения. Я вот в течение вот этого первого года я подружился с одним турком из нашего класса. Мы с ним общались, но это был такой братец по невезению, скажем так. Потому что турок тоже не мог влиться в этот немецкий коллектив. Но в школе, в этом классе уже у тебя основная масса детей была все-таки немцы, или тоже куча беженцев? Основная масса была немцы, были два ученика из Югославии и два турков. Ага. Понятно. Ну, югославцы, конечно, были такие шутцы ребята, с ними не подружились. У них там тоже был какой-то свой общительный круг, и с ними подружиться, ну, это было очень сложно. Так что лучше их избегать. А вот с этими турками я более-менее подружился. Вот эти персоны были, у нас начальная школа длится с первого до четвертый класс. Я как будто уже зашел во второй класс, в этом начальной школе, потому что первый класс у меня был в Баку. Это тоже считается. Ну, где-то в течение вот этих трех годов, это были мои основные интуизия. А что касается предметов, что вы там изучали, как ты можешь оценить эту систему образования? Ну, что там было в плане учебы? Извините, у вас связь пропадает еще раз. Я говорю, что было в плане учебы, предметы, как проходило это обучение? Есть какие-то воспоминания? Поддержку я получил только от одного учителя, это наш классный учитель, я не знаю, как он на русском называется, а что-то такое. Приметы. Мы во втором классе, в третьем классе, мы разрисовывали, знаете, есть такие картинки, там, где уже готовая картинка, ее надо разрисовать по цифрам. Мы занимались вот такими вещами, делали какие-то подделки, там, построить из пластилина там свинью, что-то такое, понимаете? Математика нормально у нас началась, только в третьем классе, там и умножение пришло, но уровень азербайджанской системы обучения, это когда ты получаешь столько задач на дом, что ты, если у нас в Баку заканчиваешь школу где-то в час, что ты до девяти делал вот эти уроки, да, это была хорошая система, потому что ты сперва не забывал, это есть схема, которую ты там делал, это укреплялось как-то подсознание, и ты учился уже на то, что в будущем будет еще хуже, тебя подготавливало. В четвертом классе стало немного лучше, начали задавать больше домашних заданий, ну и вот пока все. Мы с тобой уже разговаривали до интервью, и честно говоря, ты меня поразил рассказами, ну о том, что, какое как бы отношение, ну, ты рассказывал там про учительницу, про, про ее восторженные там высказывания по поводу ее сына, вот, друзья. Ну, до этого мы дойдем, это слишком немного впереди, я вот... Ты до этого что-то еще хочешь рассказать? До этого хочу рассказать, потому что до этого есть вещи, которые я вам лично не рассказывал. Давай. В четвертом классе, я помню, у нас был, скажем, урок половых сочетаний, обязательный урок, там, где ребенка объясняли, как делаются дети, в четвертом классе хочу сказать. И нам там показали порнографический мультфильм, чтобы показать ребенку, как вот это все делается. Потом в течение этого мультфильм показали отдельно органы, как они сочетаются вместе, что там происходит. Нам показали, как использовать презерватив, это в четвертом классе хочу сказать. И вот моя детская психика где-то на неделю-две была уничтожена, понимаете? Потому что ребенок, как же такое, он думает там о машинках игрушечных и там, не знаю, пистолетиках каких-то. Но система, знаете, какая в четвертом классе, именно в четвертом классе началась такая уже немного пошлятина. Какие там математические задания, скажем, есть мужчина и женщина. Что будет, если их, ну типа мужчина плюс, женщина плюс. Что там выйдет? Типа мальчик, понимаете? Или там ребенок. Началась уже такая пошлятина. Потом начали учителя как-то после этого урока, сочетания, она начали с нами, с детьми как-то пошло подшучивать. Типа, извините за выражение, у тебя уже стоит, нет? Представь себе, такие шутки маленьким детям говорить в четвертом классе. А как ты считаешь, зачем это делается? По их идее, они нам объяснили то, что из-за того, что после начальной школы многие дети залезают в интернет и начинают интересоваться этими вещами. И хотят как-то это протестировать, скажем так, это нам поэтому обучают. Но я, слушайте, у меня позиция такова. Это специально, чтобы разложить немецкое общество, немецкую культуру, чтобы опошлить детей. Понимаете? Я не знаю, почему это делается. У меня позиция немного, если бы я тут сказал открыто в нашем классе, немного пронормальная. Я, как человек, верующий в Бога, думаю, что это антихрист. Понимаете? Ребенку говорить всякие вещи. То есть, звучит интересно. Немецкое общество или система образования понимает, что на какой-то этапе дети могут сами заинтересоваться такими вещами. И они решили опередить события и как можно раньше показать вам все эти моменты. Кстати, я скажу, что вчера у меня был разговор тоже с женщиной, которая живет в Германии. Она, кстати, учительница. И она мне то же самое рассказывала. У меня будет с ней интервью. Ну, вот после твоего, не знаю, может, через неделю ей надо подготовиться. Будет интервью. И она рассказывала как раз о том, что произошло, так скажем, с психикой ее сына в 4-4 классе, когда то же самое им показали. Кстати, я пытался выяснить у нее, что же именно на этих уроках показали. Она не смогла ответить, потому что сын замкнулся. И она так и не поняла. То есть, от тебя я узнал, что был какой-то порнографический мультик. Потому что тот парень, он сказал маме, что он боится, что Бог его изнасилует. То есть, я предположил, что это как-то очень сильно повлияло на него. То есть, неокрепшая еще детская психика получила информацию, которая слишком рано была ему дана. Я вам скажу вот кое-что. Я думаю, как это было показано, приведено в этом мультике. Там цветочки сперва сияли. Все красиво. И вот это... Они пытались как-то это по-детски красиво показать в этом мультике. Что там мужчина, женщина любят друг друга. Они целуются, он заходит ей по трусы и так далее. Вот это в детском таком образе, понимаете, показать вот это. Я думаю, вот это было самое страшное. Когда ты препоносишь вот такое маленькому ребенку, неокрепшему, что как какой-то веселый мультик. Что-то такое, понимаете? Знаешь, Адам, я вот сейчас задумался о том, что... Это все повлияло на... Я могу представить, как это повлияло на девочек. Потому что все-таки мне кажется, мальчики... Девочек это никак не повлияло. Они это уже все знали. Понимаете о чем? В четвертом классе? В четвертом классе они тоже все знали. Откуда? Как раз через тот же интернет. Почему девочки к этому уже были подготовлены, а мальчики в таком шоке? Потому что девочки более быстрее тут взросли. Я не знаю, может, во всем мире так. Но в Германии они более быстрее взросли. И такие любовные темы. И уже в каких-то немецких мультиках для девочек специально предподносится, что вот мальчик любит девочку, он гуляет с ней и так далее. Понимаете? Вот этот интерес какой-то романтики, какой-то любви, такой настоящей любви, скажем, у них зарождается уже с третьего-четвертого класса. А у мальчиков, скажем, книги, мультики и так далее, они более такие безобидные. И иногда даже настолько туповатые, что если сравнить те мультики, на которых я вырос, а я смотрю, там, советские мультики, слушайте, они смотрят в третьем-четвертом классе такие вот вещи, что там годовалому ребенку пока что, там, не знаю, один плюс два паровозик равняется три паровозика. Понимаете, что такое? Понятно. Ну, в общем, ты сказал, что несколько недель ты как бы приходил в себя. Ну, да, несколько недель я приходил в себя. Я не знаю, почему это делается, но видно то, что сейчас в моей школе, это можно назвать колледжем, что это уже сильно выразилось в лице учениц особенно, которые уже, извините, приводят мальчиков к себе домой, даже не из наших классов, старшеклассников, как говорится, и пьют, и курят. Слушайте, с одной стороны, я могу это понять, но немецкая государство должно что-то делать, чтобы у ребенка было детство, и чтобы он не быстро впадал в эти ситуации. Понимаете? Ну, у меня ощущение все-таки, что немецкая государство наоборот сделало так, чтобы это все... Я к этому тоже подойду. Я к этому тоже немного подойду. Я хочу перейти в пятый класс. В пятом классе у меня оценки очень-очень сильно пошли вниз, потому что именно с пятого класса, это типа средняя школа, назовем так, это такая большая нагрузка на неокрепший вот этот ум. Столько много новых предметов, там, не знаю, обществоведение, где ты говоришь о политике, история, всякие разные предметы, биология на английском. Понимаете? Что действительно, это такой феномен большой, что если ученик учился хорошо с первого по четвертого класса, то в пятом классе на 100% у него оценки пойдут вниз. Очень большие требования от учителей. Хочу еще сказать, что учителя тут госрабочие и получают порой 5000 евро. в месяц 5000 евро. Представьте себе. И я думаю, понятно, какое у них отношение к их работе. Поскорее, чтобы закончить. Вот такое, что школа, это второй родной дом, у нас говорили в Баку, когда я в первом классе учил. Или что учительница, это не просто учительница, она в каких-то сферах занимается своим воспитанием. И себе как вторая мама, скажем так, такого тут нету. Учителя просто по программе тебе что-то объясняют. Если ты это не понял, они мне говорили, ну не понял, иди сам учи. Но представьте себе, это в гимназии. Сейчас мне так говорят. Поддержки учителей в моральном плане никаких нет. Скажем, если есть какие-то проблемы между учеников, кто-то подрался, не будет выяснять, кто прав, кто не прав, пожмите друг другу руки, такого не будет. Если большинство, то это большинство всегда право. Даже если они этого первыми, ударь. учителя не хотят заниматься своей работой. Как раз во время этой пандемии, я встретился с одной такой вещью, что мы написали учительнице вместе с классом, что мы не понимаем какую-то задачу. Задачу там на B, там в книге номер 3, что-то такое. И она просто написала окей. И все. Ничего. Мы от нее два месяца ничего не слышали. Она уже в Microsoft у нас есть такая программа Teams уже два месяца вперед заложила те задачи, которые нам надо сделать каждый этот день. И два месяца мы от нее ничего не слышали. Не было никаких видеоконференций, чтобы спросить, что-то учителя. И я вам честно скажу, что именно в эти два месяца ничего не делал. Не потому, что я человек какой-то ленивый и так далее, а потому, что мне ничего не объясняли. Что мне делать? Ну, это ты имеешь в виду сейчас у вас обучение дистанционное, так как и у нас в Канаде. Вот у меня сын, он сидит дома и учится через интернет. Надо, кстати, у него спросить или даже прийти посмотреть, как это происходит. Но у вас нет общения с учителем. У вас там какие-то задания и понял, не понял, кого не интересует. это было вплоть до августа. У нас каникулы начинаются в конце июля, в начале августа и до конца, ну, где-то до половины сентября. Сейчас я регулярно хожу в школу, но то, что мы делали во время вот этой пандемии, я вам могу сказать, что у 90% учеников той лист знаний никаких. Я там в каникулы что-то повторил и так далее. Когда ты спрашиваешь в уроке учителей, вы можете мне объяснить то и то? Не то, чтобы никакой моральной поддержки нет, что ты это сможешь учить хорошо, все будет хорошо, но и желания нету никакого, чтобы окончить этот урок. Я вот с моими друзьями делил учителей на две такой категории. Ты вот смотришь на учителя и видно, что он не любит свою работу. Там меряха, рубашка, не знаю, порванная где-то. Не любит человек свою работу. Пришел, три дня по работе, они как раз у многих учителей такая система, что они работают скажем, три дня и не обязательно там шесть часов, там два урока проработали и пошли домой. И за это получают те же самые деньги, как скажем, учитель, который работает каждые пять дней. Кстати, Адам, опять пять тысяч евро для учителя ты сказал, я так и не понял, это для Германии много или мало? Это для Германии много, это очень много. По сравнению с Австрией, где учителя получают тысячи пятьсот евро и Австрия тоже является развитой страной в Европе, в Европейском Союзе. Это немалый день, пять тысяч евро. И при этом, и при этом получая хорошие деньги, люди не любят свою работу? Абсолютно не любят свою работу. Есть учителя из старой школы, которые как-то еще пытаются взаимодействовать с учениками, но я вам так скажу, что когда я учителю иногда грубо, что в чем я каюсь, но я понимаю, почему я грубо проявлял какие-то претензии, но и заинтересовался школьный психолог, почему я такой агрессивный, потому что учитель не делает свою работу, я ему сказал, что вы как-то могли бы нам помочь морально и так далее, но и заинтересовался школьный психолог. Вот как раз школьный психолог это рабочие школы, которые тоже не делают ничего, получают от порядка где-то 3000 евро, у него есть свой кабинет офис, вот сидит он там и принимает учеников, про которые учителя или даже директор считает, что они проблемные. В каких смыслах проблемные, если ты перечишь как-то учителю, если ты высказываешь свое негативное мнение против учителя, одно в России или в Азербайджане, там учителя пытаются как-то тебе помочь направить путь в светлое будущее, а тут они ничего не делают, и если ты скажешь, что вы ничего не делаете, помогите мне как-то пожалуйста, и не дай бог, вот я это сделал, ты начнешь ему как-то перечись, он ответил, ну и что ж, иди там сам дома учите, а я один раз сказал, а зачем мне дома учиться, если у меня есть учитель, который получает 5000 евро, и свою работу открыто не любит, конечно, я это сделал неправильно, но понимаете, вот это накапливается, и вот этот пустой лист, я вам скажу, что после уроков я всегда дома сам самостоятельно учился, потому что ни один учитель, кроме каких-то примитивных предметов, спорт и так далее, нормально ничего не объяснял, и это в гимназии, тут еще раз как раз про немецкую школьную систему вам расскажу, крат, тут с первого по четвертый класс. Одну секунду, я прошу прощения, но я все-таки хочу сделать, обратить внимание зрителей на одну вещь, я, как я думаю, большинство зрителей видели недавно ролики Никиты Михалкова, который, в принципе, предупреждал россиян о том, что вот так будет меняться образование, и оно так будет меняться и в России. Вы, если не понимаете, о чем я говорю, посмотрите Михалковские бесогоны, где он об этом говорит, и он предупреждает, и сейчас, когда я тебя слушаю, я понимаю, что человек абсолютно прав, абсолютно прав, это то, к чему ведут весь мир. Дистанционное обучение, качество обучения ухудшается, учат, просто, я не знаю даже, чему учат, просто создают тупых каких-то людей, тупых, и на примере Германии мы можем это вот явно видеть, поэтому в поддержку Никиты Сергеевича я могу сказать, что дай бог ему здоровья, и чтобы хоть как-то получилось донести эти вещи до народа и до правительства, потому что нельзя идти по такому же точно пути. Ну, в общем, небольшое добавление. Адам, давай дальше. Я хотел сформулировать как раз в начале, когда мы говорили о порнографическом мультфильме, почему это делается. Государство знает то, что после начальной школы, что ученик будет настолько самостоятельен в уроке, в общении, в каких-то конфликтах, что оно его уже как-то подготавливает. Вместо того, чтобы остерегать ученика от этого, ему легче показать порнографический мультфильм, чтобы из ребенка сделать уже как-то окрепший разум, чтобы он самостоятельно решал свои проблемы, понимаете? И вот это у многих не получается. Какой сверел? Вы мне, пожалуйста, напомните, я вот сейчас начну говорить о немецкой школьной системе, но мне хотелось бы заговорить о наркотиках в школе. В общем, перейду я к немецкой образовательной системе. с первой на четвертый класс у нас начальная школа, потом, смотря на твои оценки, есть три типа школы. Это, скажем, на немецком я тоже могу сказать, но перевод на русский, это лицей, там ты можешь получить высшее образование, это средняя школа, там, где ты с дополнительной учебой можешь как-то еще получить высшее образование, но там из-за того, что все вещи, которые тебе надо знать для высшего образования, в этот короткий промежуток времени в средней школе тебе не объясняют, потому что это более рассчитано на учеников, которые медлят, скажем, в уроке, много чего не понимают. Надо самому учиться на всяких курсах и потом самому показать ассистат университета, что я отучился в каких-то предметах, что меня можно принимать. Есть, скажем, самая низкая ступень школы, там, где высшее образование никак не получится, только, скажем, такие пролетарские работы, сварщик и так далее, такие вещи, понимаете. Я учусь в самой высшей гимназии, и вот в этом самом высшем учебное заведение на поддержке не только учителей ноль, не учеников ноль, потому что каждый ученик как-то заморожен сам в себе своих как-то проблемах, что ни на общение времени нету, что напишешь, скажем, к какому-то другу, давай выйдем, покатаемся на велосипеде, скажем, нет, охоты нету. Почему опросы, понимаете, тут, я не знаю, почему это делается, система больше ломает детский разум, потому что это детский разум, когда ты приходишь в пятом классе, на тебя обваливают проблемы того, что никакой учитель не хочет себе что-то объяснять, сам все делай, очень большая нагрузка, очень большая, это порой когда-то в неделю пишешь три классных работ, еще моральная поддержка, которой вообще нету, потом я не знаю как в России или в Канаде, но у нас есть разделение на конфессии внутри школы, что если ты католик или протестант, есть отдельные скажем учебные классы где-то учишься и отдельные церкви и отдельные обычаи, которые уже зафиксированы школами. Я как мусульманин, для меня тут ничего нету, значит у меня таких работ тоже нету. я как вам объяснить, у меня предмет вместо религии на предмет этики, об этом я тоже заговорил. Адам, скажи, кстати, вот по поводу разных религиозных конфессий, но вот есть же действительно дети с разных семей, вот есть мусульманских, даже если это какой-то нормальный католик, но я думаю для нормального католика тоже неприемлемо, чтобы его ребенку в четвертом классе показывали подобные мультики. Есть какое-то движение протестующих родителей? Или это вообще никого не интересует? Родители, 90% немецких родителей совершенно согласны со всем, что говорит школа, потому что школа это центр образования, центра знаний. Про конфессии могу сказать, что для мусульманского или других уровней религиозных какой-то государственной поддержки нет. Я вам честно вот одну вещь скажу, я не понимаю то, что какой-то мужик, или какая-то женщина, которая выучила, не обязательно прочитала Библию, выучила предмет религии, да, про профессионизм, или профессионизм, выучила, это в университетах преподают, говорит твоему ребенку, что правильнее, что нет. Понимаете о чем? Я вот против почему. Ладно, давай про наркотики. Это тоже немного вперед мы зашли, но главное сейчас перейду в общем. Я стал курсом где-то в пятом шестом классе, что есть дети, или у которых столько интересов, что им делать, что у них нету контакта с наружным миром, да, которые не общаются с учениками, которые себя возвышают и считают всех других как-то дебилами, скажем так. И это инициатива не самих детей, а их родителей, которых пытаются слепить из них бундеркин. Что тоже говорит о том, что школа не поддерживает на этом каком-то уровне, чтобы сделать из человека какого-то среднестатистически образованного, морально образованного тоже человека, но это больше занимается этим родителем. Но я и встретил то, что есть порой ученики, которые не интересуются ничем, но в моем понимании ничем. Я не знаю, насколько слушать ту же самую песню рэпа считается как интересом или нет, но я говорю каких-то общеобразовательных интересов. Не обязательно история, политика, она там, не знаю, книги читается, философия какая-то, понимаете? Другие жанры музыки, как-то анализировать что-то, а не твердить свое. Я встретился еще с тем, что не только нету интересов, но и нету желания познавать что-то новое, понимаете? я общаюсь скажем с большим лобби людей, которые употребляют как раз наркотики, я когда спрашивал, недавно, неделю назад вышел в кафе с товарищем, который курит травку, зачем ты это делаешь? Он сказал, потому что делать нечего, понимаете? мало того, что государство не поддерживает какие-то детские секции, или строятся какие-то государственные объекты, чтобы скажем, какие-то дома культуры для детей, чтобы дети могли чем-то заниматься, но даже если это делается, это или очень дорого, там вход скажем на какую-то лазительную секцию, где-то по скалу лазишь с гидом стоит 50 евро, и это многим просто не по карману, вот это удовольствие на 30 минут, но это уже как-то в детях заложено, что это уже с начальной школы, что интересов никаких нету, и это тоже такая цепочка, то, что слишком много проблем моральных у детей, у них просто нету желания, понимаете, начать тренироваться, потому что они скажут, а вдруг я не смогу, вдруг не получится, а вдруг я когда приду секция, меня не примет, я же там опоздал на три года, или что такое, понимаете, о чем? Ну, вдруг никто никогда не делает ничего сразу, всему надо учиться, я вот сейчас тебя слушаю, да, мы, я вот думаю, знаешь, сам про себя, никто детьми не занимается, и при этом еще кто-то надеется о том, что его ребенок будет какой-то умный. Именно, именно, вот я могу рассказать. в моем понятие, чтобы нация, чтобы дети были умными, в них надо вкладываться, ими надо заниматься. Тут же абсолютно противоположные вещи, противоположные, и при этом даже ты говоришь, что ты учишься в лицее, это самое наивысшее, и там никто ничем не занимается, то есть в принципе учиться надо самому, или это родители должны какие-то репетиторов нанимать, то есть вкладывать огромные деньги. Огромные деньги, вот я хотел пойти на урок гитары, у меня как раз есть гитара, я сам пытался как-то самому научиться во время пандемии, не срослось. Урок гитары в месяц 70 евро музыкальной школы, есть семьи, которые хотят, чтобы их ребенок как-то был образованным, общообразованным, играл на каком инструменте, но они не могут это себе позволить. Ладно, у нас уже 50 минут интервью идет, давай перейдем. Извините, одну еще историю я вам расскажу, не про себя, а про своего лучшего друга, у него были проблемы тоже такие же, как у меня, у него родители как раз территории ГДР, после развала переехали в наш город, чтобы найти тут работу, и у него, у нас отношения были хорошие, потому что понимали мы друг друга, все-таки соцблок, так далее. отношения было нормальное. Ну, в общем, у него были очень плохие отношения с каждым из учителей, они его не только критиковали, но и частью унижали. При мне учитель сказал ему, заткни свою пасть, писать я не знаю, что у вас там говорят в Канаде или в России, что говорят, какая хорошая образовательная система в Европе, но такое отношение в лицее учителя, профессора к ученику, думаю, говорит за себя, понимаете, что у учителя просто не хочется работать. Ну, в общем, были у него проблемы год. Один учитель из своего округа учительского настроил всех других учителей против него, что каждый его мелкопрокален начали на него ограживаться. И в итоге родители, которые были совсем согласны с учителями, потому что их не интересовало, что делать там их ребенок, в их непонимании всегда прав учитель, потому что это центр знаний и так далее, я уже вам говорил, он поменял школу. Он просто убежал от этих проблем. И вот в новой школе то же самое. Я когда начал говорить, по телефону разговаривали, как там эти новые школы опять учителя огрызаются на него, оскорбляют. И вот родителям не приходит как-то в разум, что это не проблема как-то ребенка. Понимаете? Общая образовательная система. Адам, но все-таки можно какой-то пример. Вот понимаешь, в принципе ученик тоже может как-то выводить учителей. Ты можешь привести пример, что он им такого говорит, что они ему говорят заткнись? Сейчас. Ну, один раз было у нас такое, что задали нам тест. Тест через три дня тема нам сказали, а тема мы прошли новой, по-французскому. Два дня до этого теста. Два дня, чтобы учиться на этот тест. В общем, он пожаловался немного, конечно, со своим характером, с пычевым. Сказал, что это такое, вы не думайте о нас. вы что за учитель, его тогда ему сказали заткнись. Я не говорю, что этот ученик был прав. Абсолютно нет. Но я могу его понять. Я могу вот очень краткую еще один пример про себя сказать. Тут не только смотрят, откуда это родом. Нам не тут есть, скажем, привилегии. Если обидеть черного мальчика, черного или черную девочку, на тебя сто процентов направленят. Вот один раз в седьмом классе черная девочка у меня забрала мой точильник. А мне нужен был карандаш для теста. В общем, я начал говорить, дай мне этот точильник, он мне нужен. Дай, дай, дай. У нас зашел наш учитель. Наш учитель турецкий немец, очень такой либеральный и так далее. Он на меня так наорал в классе. Это же моральное угнетение, когда ты на ученика орешь в присутствии других учеников. Так наорал, что я впоследствии, знаете, что сказал, когда я уже вышел из класса, я этому учитель сказал, а что черные врать не могут. И потом я ушел из урока, потому что я увидел, что только из-за того, что эта девочка там черная, что могут на тебя накричать, если ты как-то повысил даже немножко голоса, даже если ты был прав, понимаете? Да, ну в общем, я делаю вывод, что все-таки там как-то так все нагнетается, ощущение нездоровая обстановка, я не знаю, как в такой обстановке вырасти, получить образование и остаться человеком, как-то вот не знаю, слушайте, я очень благодарен тому, что первые дни, первые года своей жизни я родился в Баку, и что я знаю, что правильно, что неправильно, что меня там уже предупредили, что будет такое, но у меня есть такой импульс самого себя как-то воспитывать, как-то в политические вопросы как-то подходить объективно, я вот вам сказал о том, что если ты там черный или у тебя там, я не знаю, как это переводится с английского, но handicap, что это русское. Инвалид. Инвалид. Если ты инвалид, что у тебя тоже есть какие-то привилегии, только из-за того, что ты инвалид, понимаете, в моральном образе и так далее. Я пытаюсь как-то абстрагироваться от этого всего, вот одна персона мне сказала именно имя не буду называть, что веди себя как советский разведчик в фашистском логике, понимаете, я знаю, что это все идиотизм, что тут творится, это тут даже расовая сегрегация, не сравните это, понимаете, из-за того, что человек, там не знаю, у него нет мамы, есть какие-то привилегии, в оценках даже есть привилегии, представьте себе, что у нас в шестом классе приехала одна девочка из Южной Америки, из Бразилии, которая не говорила на немецком вообще, представьте себе, вообще не говорила на немецком и те ошибки, которые она делала, 80% их учительница сама сказать, что они не читаются. Эту ученицу вместо того, чтобы поставить класс общеобразовательный для беженцев, которые, кстати, тоже пытаются устранить, ведь политика Германии такой, что образование должно быть для всех и всех, и пытаются тоже как-то запретить школы для неодаренных людей, понимаете, ну, для тех же инвалидов, что каждая школа должна сама заботиться о них и свою как-то программу подводить под этих учеников. Вот эта ученица получала двойку, а двойка тут хорошо, тут система, что единица это самая хорошая, шестерка самая плохая, и все другие получали там, скажем, тройку, да, хотя мы, зная немецкий язык, намного больше влаживались и намного там дольше учились, понимаете, а вот пришла вот эта ученица в своем диктате написала 70 ошибок, да, из них там считается только два. Почему? Ну, она же беженка. Какой тут так относится? Ладно, Адам, давай к самому интересному твоим рассказам об учительнице, которая высказывалась про своего ребенка, который мальчик, что он там хочет жениться на мальчике? Выйти замуж. Выйти замуж. Но, слушайте, у нас есть ежегодные такие беги в школе, бег. У нас там два состязания. Один раз состязание, кто придет первым, это класс против класса, и один раз состязание по костюму. И в общем, ну, кого будет самый оригинальный костюм. И одна ученица нашему классу предложила то, а давайте надеемся, как сексуальное меньшинство ЛГБТ. Мальчики будут красить губки, ходить в юбках, целоваться, за ручьи ходить. И реакция учителя моментальная. Ой, как это прекрасно, что у нас есть такой современный человек в классе. А вот эти мальчики, вы все староверы, вы негодяи, вы должны как-то ну, остерегаться своих этих негативных мыслей. Это вы что утвердите, это неправильно. Вы посмотрите, какая современная девочка. Я вам так скажу, я сама была бы готова надеть мужские брюки. Они все ходят в мужских брюках. Она нам говорит о том, что она готова была бы надеть мужские брюки, ходить мужских брюках. Абсурд. Ну, мы, конечно, начали протестовать, нас обозвали, что мы сестра веры, мы неправильные. Оказывается, есть демократическое общение Германии, оказывается, есть правильное и неправильное мнение, понимаете, которое пропагандируется учителями. К этому я тоже не подойду потом. В общем, начала она как-то говорить, говорить, я вот это не слышал. И вот началась тема о том, о бракосочетании, вообще о бракосочетании. И она начала приводить такой пример из своей реальной жизни. Она подчеркнула, что это из-за ее реальной жизни. Что один раз пришел ее сын и спросил ее, что такое бракосочетание, выйти замуж, жениться. я цитировал. Я ему рассказала, что это такая хорошая вещь, это любовь, это страсть, это благословение Бога, когда Адам не клацает там руками, измените, благословение Бога, что ты можешь выйти замуж на чем, на чем и на кем ты хочешь. Я вот подумал, подумал, потом тишина, если никто ничего не говорил, у мальчиков такая каменная рожа, что сказать, понимаете. В общем, сидим, мы думаем, и она начинает говорить. Я ему, конечно, рассказала, что бракосочетание это такая хорошая вещь, и что конечно же ты можешь выйти и за женщину, и за мужчину замуж. И начала она говорить о том, что ее сын тогда ей предложил, что он выйдет замуж за своего лучшего друга Пауля, это немецкое имя, своего лучшего друга Пауля. И она еще раз говорит, я так обрадовалась, это же так прекрасно, у меня сейчас будет два сына, это же так прекрасно, когда мужчина любит мужчину. Слушайте, одно у вас какое-то бесплодие, вы не можете иметь ребенка, а этой женщине 35 лет. Даже тогда в этом случае, если вы не можете иметь детей больше, я сказал, хорошо, вези человека, но тут на полном серьезе перед классом говорить такое, ты говоришь о своем ребенке перед классом, ты его опозориваешь, я не думаю, что это ребенок правда выйдет замуж от своего лучшего друга Пауля, но если, не дай бог, кто-то из нас расскажет, как бы он вывести нему, что его мама говорила такое о нем при нас, я думаю, что плохо подумать о своей маме, понимаете, никакой чувство сцена нулевое, что ты говоришь о своем сцене при чужих людях, мы бы чужие люди, я вам рассказывал, что поддержки нету и так далее, но ну слушайте, дьявол скроется в мелочах, такие инциденты, это был всего лишь один инцидент, который я вам рассказал, могу привести второй, у нас учитель по английскому, который я вам рассказывал, турок, наполовину турок, наполовину немец, в 60-х годах переехали в цена, начал говорить, как прекрасно то, что в европейском обществе есть свобода ЛГБТ, это же так прекрасно, да, и это в тот момент, когда мы должны решить задачу, которая на время, нам давали 20 минут, решить задачу, это не тест, это подготовка к тесту была, и он, в общем, во время вот этого подготовительного теста начинает говорить об этом, и, конечно же, это не слушая, я потом понял, что, оказывается, они об этом говорили, поворачиваются, ты разве не это левишься, сексуально меньше ЛГБТ, а я не понимаю, что он, я даже не услышал его фразы, я говорю, что, 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 ты разве не слушал, что я говорил, я тут вам лекцию читаю, как это, как это, он это так выразил эмоционально, как это прекрасно, немецкими своими эмоциями, своими словечками, это же прекрасная любовь, это прекрасная вещь, и даже если мужик любит мужика, надо это толерировать, а я вообще не в теме был, я вообще не мнение скользкого, я говорю, да, хорошо, ладно, что, да, хорошо, ладно, что ты так халатно относишься к этому, человек, который себя называет мусульманином, как я понял, только из-за того, что я азербайджанец, и что у меня есть какое-то мнение, и что я мусульманин, и говорил, что я поддерживаюсь, хотя я не религиозный человек, но каких-то культурных ценностей, да, только из-за этого, из того и всего, в общем, вывел, скажем, мою плохую сторону перед классом, но хорошо, что были пару учеников, чтобы поняли, что это полный бред, то есть, получается, сейчас я тебя слушаю, учитель вывел, типа, твою плохую сторону, хотя я ничего не сказал, они решили, что это плохая сторона, понимаете, дорогие зрители, я ничего не имею против вот этих вот меньшинств, единственное, что меня просто, вот, я не понимаю, почему это так сильно навязывается, если вы такие, ну, да ради бога, ну, почему это надо навязывать остальным, вот это я не понимаю, вот в этом у меня, как бы, вот какое-то, вот, отрицание, потому что нормального человека сейчас учитель перевернул, как будто, вот он ненормальный, я, Адам, тебе сказал, что, относись к этому, ко всему, знаешь, вот смотри так со стороны, к сожалению, эта нация, вот такое вот поведение, оно, разрушительное, это нация, которая не будет иметь будущего, то есть, ты молодой парень, я думаю, что, еще при своей жизни ты увидишь результаты всего этого, поэтому, поэтому, поэтому старайся, как бы, относиться к этому равнодушно, не обращай внимания, но, я думаю, что мусульманская община все-таки взорвется там и начнет наводить порядок, то есть, я, я так считаю, там будет страшные вещи происходить. Как раз по этике беженцев, я думаю, тоже можно потом завести разговор, что тут происходит, и учеников, как они к этому относятся, и учителя, и так далее. Могу сказать то, что среди населения, среди восточного населения, это бывшего ГДР, все больше и больше взываются националистические интересы, что в ФРГшном телевидении, а я вам это рассказываю, что то телевидение, которое было еще до развала перелинской стены и воссоединения Германии, оно и же осталось. Это же те же компании, те же люди, которые принадлежат это все. И они открыто, как-то сатирически осмеивают, ахаивают восточных немцев. Этот резонанс есть и внутри Германии. И особенно это было заметно в 2019 году в городе Кеменикс, когда люди начали протестовать как раз против вот этой политики меньшинств. И Кеменикс у нас тут, кстати, неподалеку. Меньшинств и вот политики беженцев. И вот людей, которым мирно начали протестовать, начали ахаивать дубинками их бить. И немецким обществом на ФРГшн это было предположено так, что это националисты, их можно бить. То же самое, когда, я не знаю, вы знали или нет, в Берлине были протесты против коронавируса, но не против коронавируса, а то, что первоклассникам, скажем, надо в школе и в уроке носить маску. Потому что первоклассник ребенок не получает воздух. Их начали бить, избивать дубинками. И немецким обществом да, она признала, что их начали избивать, но преподнесли это так, что это надо было сделать, потому что эти люди не протестовали по правилам коронавируса. Значит, эти люди протестуют против этих правил коронавируса, чтобы первоклассники наносили маску и что метр пятьдесят у них расстояние между другом, а первоклассники дети, они по идее коронавирус вообще не распространяют. И по этим предлогам это начали избивать. И обществом это толерируется. Я немного зайду в политику, нам, а когда где-то у нас, не дай бог, один милиционер случайно дубинкой кого-то по голове шандарахнет, не дай бог, это будет на весь мир, что Россия тоталитарна страна, Путин пытается как-то вооруженно оставить свою власть, и из этого, кстати, исходит всякая такая Навальщина, что тут Навальщина чуть ли не благословят как оппозиционсфюрер, фюрером оппозиции, это вождем оппозиции России, оказывается, кроме Навального вообще оппозиционеров нет в России. Вы знали об этом? Я нет. Что доходит вплоть до такого абсурда, что человек, который две недели от новичка лежал в больнице, что он после этих двух недель выглядит так, как будто ему кремом еще лицо намазанно, что сияет, что улыбается, что интервью дает сильно органично и так далее. Этот абсурд на можно вам нельзя, понимаете? Ну да, политика двойных стандартов, это мы все знаем. Измите еще вот кое-что скажу. У нас была презентация как раз еще седьмом классе, зашла группу учеников, которая представляла эти сексуальные меньшинства, и начал говорить о странах, где толерируется это или нет. И там было типа черным, они показали там карту всего мира, самые толерантные страны зеленым, а самые нетолерантные это уже таким темно-красным. Я не знал, что оказывается в России их этих меньшинцев оказывается публично казняют, убивают. Я этого не знал, что оказывается их там сжигают и ничего зеленого. Первый раз это услышал, оказывается все настолько плохо. То есть это то, что говорили у вас в школе, о том, что происходит? Это была школьная программа, вот эта презентация во всех седьмых, кажется, я помню, в седьмом классе, во всех седьмых классах говорила, это была та же самая тема, и это было предпоменено так, что восточные страны в понятии демократии, в понятии либерализма остались далеко позади и надо помочь. О как! О как! Понятно! Ну да! Понятно, надо помочь! Ну что, поможет? Да! В Украине уже помогли. Так что, дорогие россияне, украинцы, белорусы, заграница вам поможет! Не, я говорю, в Украине уже помогли, и в Грузии уже помогли. Да. Надеюсь, что дальше не помогут. Вот, я как раз выразил свое пророссийское, но свое пророссийское мнение в этой беседе нам выразилось. Если я скажу, что я как-то поддерживаю Путина или как-то поддерживаю российское правительство, меня тут закопают. Я вот вам как раз в нашей беседе под телефону рассказывал, один раз я начал объективно с аргументами говорить, что сделал Путин для России, я не знаю, как я вам говорил, меня записали то, что я слишком много читаю русской пропаганды, и за мной опять заинтересовался школьный психолог. И значит, в стране, в демократической стране, где нам открыто говорят, что учителя не может быть какая-то политическая позиция, и ему нельзя пропагандировать эту политическую позицию. Оказывается, за твоей политической позиции может за тобой интересоваться школьный психолог. Если хотите, я вам потом как-то фотографию скину, у нас в учебнике есть задача сыграть спектакль между Горбачевым и Путиным. Вопрос. Развал Советского Союза был самой большой геополитической катастрофой мира. И понятно, когда они четыре страницы пишут о том, что сделал Горбачев для мира и забывали, что он сделал для нашей страны, как умирали, не побоясь этого слова, миллионы после развала Советского Союза, уже не было еды, воды и так далее, понимаете? А это мне говорят, а Путина выставляет так, что он хочет опять вернуть злую советскую тоталитарную машину. Он хочет вернуть злую советскую тоталитарную машину. Вот как раз у нас была задача, но не была задача, но мы должны к ней уже подготавливаться, скажем так. Примежуток 1918 до 1941 года, что менялся в мире, там нацисты пришли к власти, это первая и вторая мировая война. Пришли в власть. Обсудите тот вопрос, правильно было то, что развалился ли Советский Союз или нет. Я ничего не сказал, поэтому по этому вопросу ученики начали говорить. Конечно, это было правильно, потому что Советский Союз был на тот момент единственным оставшимся тоталитарным государством, и это было нормально, что мы цивизованный европейский мир помогли Советскому Союзу распасться, ведь сейчас у этих стран есть намного больше свобод в экономическом плане, и они могут независимо от Москвы расширять свою политику в экономике и в дипломатии, и что все станут намного богаче. Я вот только одну вещь сказал как раз учительница, а вы знали, что был такой промежуток времени про вихи 90-е? Она сказала нет, я вам сказал прочитать и все. Ну, читать она не будет. Ну, я знаю, что читать не будет, понимаете, но... В общем, Адам, как говорится, из того, все, что ты рассказал, я делаю выводы, что наши европейские или, так скажем, западные партнеры, как их говорят, называют, терпеливо называют в российском правительстве, наши западные партнеры, в общем-то, какие они были всегда, как они относились к России, до, там, в царские времена ничего не поменялось, поэтому, я уверен, ничего не поменяется. Слушайте, в царские времена небо интернета, но, когда у каждого школьника есть новейший айфон, новейший, и как раз я вот это тоже хотел сказать по теме униформа и так далее, у каждого есть доступ к информации, и когда ты заходишь, скажем, в гугл, и на первой странице гула, когда там пишется новостя, там, Навальный был отравлен Кремлем, и так далее, уже по осознанию, что-то залаживаться, понимаете, чем? И в тем же уроках истории оказывается геноцид советского населения его вообще не было, был только геноцид советского населения, который составил из евреев, других там не убивали, не сжигали, понимаете? Только евреев оказывается. Когда говорят о том, что сделал Гитлер, что он убил 6 миллионов евреев, я, слушайте, меня всегда душа разрывает, я всегда говорю, что вы 22 миллионов советских граждан, пожалуйста, не забывайте. Вот дьявол кроете в мелочах, понимаете, когда не говорят о том, что сделал фашистской Германии на территории Советского Союза, а говорят о том, что Советский Союз по Варшавскому договору, сделал социальный блок во всей Восточной Европе, понимаете, какое мнение залаживается. Или когда говорят о том, что Советский Союз взял город Кёнигсберг или Калининград, чтобы сделать путь в Прибалтийское море, хотя у них уже на тот момент было влияние в Прибалтике, это зачем? Они же думали на 60 лет вперед, на 50 лет вперед, что развалится Советский Союз и у них не будет доступа к Прибалтийскому морю, понимаете, как это все преподносится. И это во всем. Маша Медведь, я не шучу, Маша Медведь, я слышу, что это оказывается русская пропаганда, что там играть на балалайках и так далее. Маша и Медведь, что надо потом в Украине, не Германии, там пытаются запретить соцсеть ВКонтакте. Это же тоже все европейская инициатива. Или Телеграм. Еще пару недель до этого в Германии толерировалось то, что есть телеграм на территории Белоруссии, что люди, оппозиционеры так переписываются, чтобы государство ничего не знало о их переписках. Сейчас риторика некоторых политиков будет в стадии, что лучше бы запретить Телеграм, потому что там сидят только неонацисты и русские или прорусские люди. Понимаете? Это двуличие. Это многовекторная политика, но знаете, у России тоже есть многовекторная политика, но многовекторная политика в России не говорят, что все немцы такие-сякие. По-моему, в России вообще ничего такого не говорят. Мы тут тоже с тобой ничего не говорим по поводу того, что немцы плохие. Я единственное могу сказать, что я вот на это все смотрю, на то, что ты рассказал про... Я просто понимаю, что нация ну она просто уничтожит сама себя и все. Вот у меня четкое мнение, что на территории Европы это в общем-то будет мусульманская территория. Потому что все вымрут и все. Поэтому хотелось бы еще один вопрос с вами обсудить. Давай. Число контактов между учениками настолько снизилось, что я даже немецкие документации посмотрел, что в будущем, что у каждой второй семьи не будет детей. В будущем, скажем, через 10 лет. Тут интересы как раз учеников подойдем к этому. В 14 лет, я не знаю, может, в России это тоже так. Я не знаю. Нету никакой любви, скажем, на что-то такое. Ни к матери, ни уважения к родителям вообще нету. Но это и создается как раз родителям, которые не поддерживают своих детей. Любви и каких-то дружеских отношений нету. Друг это тот, у кого айфон покруче. Друг это только статус. А статус зачем нужен? Чтобы клеить девочек. Понимаете? И девочек это тоже не какие-то любовные понятия. Нет. Только половое отношение. У детей уже в разуме это закладно. Понимаете? Не скажем половое отношение, что мы ребенка родить. Вы понимаете о чем? Что у них в головах заложено? Понимаете? Да. Хорошо. Адам, спасибо тебе за твой рассказ. Я думаю, что можно будет еще что-нибудь обсудить, если будут вопросы у людей. Или если ты сам найдешь какую-то тему, которую можно обсудить, всегда рад с тобой пообщаться. Спасибо, дорогие зрители. Обсуждайте данную тему. С уважением к вам. БМ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok